Доброго дня! Добрый день! Очень важно! Выражаясь словами Виктора Франкла, человек всегда находится в поисках смысла. Ирина, а можно сказать, что ты уже нашла саму себя? Ну, скорее да, чем нет, потому что я занимаюсь своим любимым делом, оно приносит мне радость и удовлетворение, поэтому да. Это очень хорошо, но скоро в студии появятся гости, и они расскажут о своем видении поиска самого себя. Доброго дня! Это в моей жизни и духовным практикам в том числе. Посему я очень-очень скептически отношусь к тем людям, которые стараются заполнить мой мозг чем-то, какими-нибудь тренингами, какими-нибудь учениями, как стать счастливым, как стать богатым, удачливым и так далее. Как выйти замуж, в конце концов, имя легион этим дельцам, я их называю дельцами, потому что они просто, как мне кажется, зарабатывают на нас деньги, на нашем невежестве. Но попутно они очень вредную функцию выполняют, они заполняют наш мозг тем, что, возможно, нам совсем и не нужно. Я полагаю, что, конечно, вначале мы послушаем, что скажут звезды, а после и продолжим нашу беседу. Но по поводу звезд, как ты думаешь, ты как мастер коучинга, ты как наша хозяйка вкусной шкатулки, как вы думаете, звезды нам могут помочь в поиске самого себя? Ну, я думаю, например, что гороскоп все-таки, да, помогает распланировать свою неделю, если он недельный, да, если он на каждый день, то каждый день. То есть он может нас уберечь от каких-то неправильных решений, ситуаций, либо мы можем назначить какие-то полезные для нас интересные встречи. Ну, то есть, мне кажется, он полезный. Действительно. Ну, тогда? Тогда ждем Маргариту Макару. Приветствую в рубрике, которая точно подскажет, что вас ждет на этой неделе. Как? Да очень просто. Они приготовили сюрприз для каждого знака зодиака и никого не обделили вниманием. Овны. Если кого-то одолела осенняя хандра, то вы ни в коем случае не сдавайтесь. Не забывайте про витаминчики, потому что они вам сейчас очень нужны. Тельцы. А вы почувствуете настоящее вдохновение и захотите заняться творчеством. Ну, или можете найти занятие по душе. Точно лишним не будет. Близнецы. Ждите хороших новостей. А знаете, лучше не ждите, а действуйте. И не забывайте все планировать. Обязательно записывайте, чтобы не забыть. Раки. Для вас эта неделя пройдет легко и непринужденно. Возможен неожиданный переезд. Или же к вам могут наведаться родственники с других городов. Но, тем не менее, общение будет все равно приятным. Львы. Спешу вас порадовать, потому что середина октября будет весьма благоприятной в материальном плане. Но не спешите все тратить. Цените любую монету. И помните, деньги любят счет. Девы. Для вас самое время пополнить гардероб новыми вещами. Но не забывайте избавиться от старых. Весы. Наслаждайтесь осенними деньками. И не стоит дожидаться подарков. Ведь всегда можно сделать себе маленькие приятности. Они никогда не помешают. Скорпионы. Почаще да подольше находитесь дома. Возможно, где-то на полке запылилась какая-нибудь интересная книга. И пришло время ее прочитать. Стрельцы. Любите себя. Самое время поднять себе самооценку. Но не переборщите. Козероги. Уделите все свое время работе и решению текущих дел. Это будет очень полезно. Потому что именно сейчас ваш труд будет точно вознагражден. Водолеи. Ваше сердце открыто для новых любовных побед. Если у вас есть спутник, то, возможно, ваши отношения станут еще крепче и перейдут на новый уровень. Рыбы. Эта неделя будет полна новыми знакомствами. Поэтому будьте всегда на готове. Ведь никогда не знаешь, чего ждать от судьбы. Дорогие телезрители, пусть все у вас получится на этой неделе. А что вас ждет на следующей, вы узнаете совсем скоро. Дорогие телезрители, пусть все у вас ждут. Дорогие телезрители, пусть все у вас ждут. Ну что могу сказать. Гороскоп хорош для меня, по крайней мере, точно. И уж у меня бы книжка никакая не завалялась и не запылилась бы. Я хочу сказать, что было время, когда я очень интересовалась гороскопами. И больше того, даже училась китайскому искусству бадзи. То есть ты подкидывала палочки, да, вот эти, как они, монетки. Это называется идзин-гадание. То есть настолько у меня была все-таки высокая тревожность внутренняя, что мне хотелось каких-то подтверждений того, что я правильно иду, что я иду своим путем. Но по мере, так скажем, взросления, получилось, к счастью, так, что я нашла другие варианты, пути, другие ресурсы. И сейчас у меня, конечно, очень сильно изменилась точка зрения на гороскопы. Так, ну это отличная тема, вернее, отличный повод, чтобы вернуться к теме нашей программы. Мы сегодня ищем самих себя. Очень сильно нам поможет Александра Иванова и ее рубрика. Действительно, ситуация, когда человек ищет самого себя, свой путь в жизни, иногда бывает настолько мучительная. Я думаю, что у каждого были такие периоды, когда очень много переживаний, много сомнений. Все ли я делаю правильно? Туда ли я иду? И мне кажется, эти периоды бывают, ну, как минимум, несколько раз в жизни. Да, их часто кризисами называют. Это очень-то и подавно, иначе бы не было столько гадалок, не развелось бы их, которые, как говорится, как будто бы открывают себе глаза. Да, человеку хочется какую-то поддержку, постелить соломки в тех местах, которые вот ему кажется, что он может упасть, подстраховаться как-то, да, волнуется он насчет того, правильно ли выбирает свои шаги, выборы делает свои. И вы знаете, здесь очень интересно, что мы как раз в начале передачи говорили о том, что есть очень много школ, учений, да, которые человек проходит часто, ну, в поисках самого себя, своего пути. И здесь мне нравится выражение Кена Робинсона, который написал книгу «Как найти свое призвание». И он говорит, что когда человек нашел свое призвание, этому есть два критерия. Первый – это энергия. Когда человек идет своим путем, у него очень много энергии, у него много сил. И второй – это время. Когда он занимается любимым делом, время летит очень быстро. Так это же отлично. Я, получается, я сама себе сейчас диагноз поставлю, подожди. Нет, ты продолжай, продолжай, я буду слушать. И вот что касается инструментов коучинга, почему они мне очень нравятся, каждый из нас очень индивидуален. Вот как отпечаток пальца, да, он присущ только тебе и больше никому этот рисунок. Также и внутренний рисунок нашей души, устремления, они настолько индивидуальны, что какие-то общие правила, они зачастую, ну, не очень подходят, да, не всегда срабатывают. А коучинг хорош тем, что говорит о самом человеке, о конкретно этом человеке, чего он хочет на самом деле, а также о тех ресурсах, которые у него есть, потому что, мое глубочайшее убеждение, каждый пришел на этот свет для того, чтобы выполнить именно свою миссию, свой путь, достичь своих целей. А сложность бывает в том, что действительно человек запутывается, да, какие-то чужие цели выполняет, как мы вот на прошлой передаче говорили, живет своими, не своими, а чужими какими-то ценностями, да, мы об этом позже еще поговорим, наверное. Да, у каждого человека есть своя формула успеха, наверное, да, и говорят, что ее после 30 лет лучше реализовывать. Ну, это уже поиск себя, наша тема. А за 30, получается, учиться надо, да? Вот, например, та же Ирина Хакамада, общественный деятель, политик, которая очень известная, да, у нее 4 постулата, на которых стоит вот эта ее формула успеха. Во-первых, заниматься любимым делом, во-вторых, зарабатывать ровно столько денег, чтобы их хватило на вот это дело, да, достижение своих целей. Третье, иметь свою аудиторию, то есть коммуникативную среду, как она говорит, люди, с которыми она общается, которые ее поддерживают. Вот, и в-четвертых, все это приводит, ну, к чему, Ведоги? Это успех. Потому что, по крайней мере, вот ты коммуникативная среда, она хороша, она себя хорошо чувствует. Когда человек занимается именно своим любимым делом, он же его делает качественно, искренне, да, хорошо. Вот, например, ты готовишь очень качественно, очень искренне. Спасибо. Мы это можем оценить, и это можем говорить тебе каждый день. Да, и это действительно очень большое счастье, то, о чем ты сказала, найти свое дело, найти свое призвание. И ты, кстати, единственная, кто сказала, что я, кажется, сама себя уже нашла, своим делом я занимаюсь. Вот сейчас я тоже хочу сказать, что я нашла свое дело. И вы знаете, как правило, каждый человек чувствует себя с самого детства и все-таки так или иначе, ну, движется в направлении именно своем, собственном. Но чувство неудовольства, недовольства с собой все равно появляется, несмотря на то, что вот на твои вот два контрольных вот этих выстрела я ответила положительно. Энергия и время. Они есть, их много, значит, я занимаюсь тем, чем я должна заниматься. Но чувство недовольства же никуда не деть. Никуда. Но об этом мы попозже поговорим, о недовольстве с собой, да? Да, но все-таки хочу один принцип коучинга назвать, что человек в каждый момент своей жизни делает максимум, делает наилучшее из того, что он может сделать. Ну что ж, давайте теперь один инструмент рассмотрим. А для тех это, кто ищет свой путь, кто сомневается еще, тем ли он занимается в своей жизни. Первое, я вот положу сюда игрушку специально для того, чтобы она напоминала вам о том, что нужно подумать, вспомнить себя в раннем детстве, когда не было еще каких-то оценок и так далее. Чем же ты любил заниматься? Вот девочки, Ира, поскольку ты говоришь, что ты нашла свое призвание, да? Чем ты любила заниматься в детстве? В детстве, ну как все дети, я любила играть. Любила играть, но поскольку у меня... Я воспитывалась у бабушки с дедушкой, у меня родителей не было, ну как бы так получилось, да? Поэтому у меня в детстве даже не было кукол элементарного, да. То есть ты сама делала? Ну, я помню, что у меня была такая рыбакит, игрушка такая огромная, которую я на веревочке за собой тягала там по всему двору. Вот, и потом, когда я уже повзрослела, да, в зрелом возрасте, вот мы с Сашей, кстати, по этому поводу тоже разговаривали перед передачей, мы стали ездить по странам, и я стала оттуда привозить куклы. Так, мы продолжим с тобой наши воспоминания ровно через две минуты, потому что сейчас у нас немножко рекламы. Итак, уважаемые телезрители, первый инструмент, который мы сегодня освоили, это вспомнить, чем вам нравилось заниматься в детстве, в раннем детстве. Составьте список как минимум из десяти любимых занятий. Мы тут обсуждали, в детстве мы любили путешествовать, читать, изучать карту. И действительно, это потом реализуется во взрослой жизни нашей тем, что это как бы такой маячок к нашему призванию. То есть если бы я любила играть в войну, составляла бы оловянных солдатиков, ну и пластмассовых тоже, то, возможно, я бы... Склонность к стратегическим мышлениям, может быть, к бизнес каким-то большим... Я бы искала новый вид вооружения. Тоже может быть, конечно. Что-то вот в этих занятиях обязательно кроется какой-то критерий нашего истинного пути. Следующее, есть такое выражение, вы то, на что вы тратите деньги. И это напоминание также, помимо, ну, обыденных, конечно, наших потребностей, мы всегда тратим деньги на какие-то свои увлечения. Мне не жаль тратить деньги на учебу, на курсы, на книги, на разные образовательные какие-то проекты. Да, на книги точно не жалко. Второе, вы это то, на что вы тратите деньги. И третье, составьте такой же список, как минимум из 10 дел, куда вы инвестируете, вкладываете свое свободное время. Здесь тоже могут быть подсказки. Да, но я, например, очень люблю читать в свободное время. Причем читать лежа, на диване, в общем, провожу время самым... Книжки читать, в бумажном варианте или... Книги, бумажный вариант. Да, у меня тоже чтение. И классику, и очень много советских авторов. Поэтому мы работаем в сфере, связанной с языком, с текстом, со словом. То есть одно с другим все-таки связано. Конечно. Во всех этих подсказках будет, ну, как минимум, несколько идей о том, где у вас есть талант, куда можно вкладывать дальше и куда идти развиваться. Ну, конечно, есть много других инструментов. Это вот самые простые, но интересные. Это можно сделать самим. А также это будет очень полезно проделать в кругу своей семьи, с детьми, да, потому что это очень просто, легко внедряется. Вот три списка. Понятно. Ира, а ты в детстве любила готовить? Готовить? Да. Нет. А как вот тут как? Понимаешь, ты нашла себя как же. Это же очень интересно, мне кажется. Да-да-да, было. Мы в детстве обычно очень часто ездили, все лето мы ездили детворой за ягодами, бить орехи там с дедушкой, с бабушкой, да, и потом, когда приезжали, мы устраивали с двоюродными сестрами и братьями такие концерты детские, да, и делали пирожные из черного хлеба, сверху мазали сливочным маслом и украшали все это ягодами, брусникой, черной смородиной, ну вот это вот, наверное, первое блюдо. Полчок какой, да, дало? Да. Здорово. Ну, и это как раз тот источник, возвращаясь к которому наше детство, это чистая энергия, это энтузиазм, ребенок никогда не устает. И возвращаясь к детству, к тому, что мы любили по-настоящему делать в детстве, мы находим один из ответов на вопрос, кто я, что я, куда я иду. Так, ну что ж, когда есть три инструмента, я полагаю, конечно, мы научились уже ими пользоваться, да, осталось только записать это. Записать и уже потом применить и брать. Использовать, да. Использовать, да, потому что это то, что действительно поможет очистить хотя бы мысли от шелухи наносной, я так это называю. Это простые, легко внедряемые вещи, которые очень быстро можно сделать, в отличие от... От чего-то более сложного. Кстати, насколько сложны сегодня наши блюда, которые мы будем готовить, мы узнаем уже совсем скоро. Ира готова что-то нам показать. Известная поговорка гласит, настоящая женщина сделает из ничего три вещи. Это шляпку, скандал и салат. Я бы добавила туда еще один ингредиент, это запеканка. Очень простое, сытное и вкусное блюдо, которое может приготовить дома любая домохозяйка, даже начинающая. А вообще история запеканки уходит далеко в середину 19 века, когда американская домохозяйка из Нью-Гэмпшира впервые приготовила это блюдо. Она также перед ужином залезла в свой холодильник, порылась там, нашла оставки каких-то продуктов. Да, залила это все яично-молочной смесью и отправила в духовку до полной готовности. Вот таким образом появилась запеканка. А вообще запеканка, она, между прочим, есть в разных странах под разными названиями и разными ингредиентами. Например, Виталий, как думаете, что? Лазанья. Лазанья, совершенно правильно. Во Франции. Графтен какой-нибудь. Графтен картофельный. И еще есть такой очень вкусный заливной пирог, называется киш лорен. Да. В Англии пудинг. А в России, ну вот, готовили обычно запеканку из творога, поэтому название было такое очень простое. Либо лапшевник, либо творожник. С добавлением творога и разных ягод, фруктов. Да, вообще запеканки делятся у нас на два вида, это сладкие и несладкие. Они могут быть с ягодами, с фруктами, с творогом. А вторая часть, несладкие, рыбные, мясные, овощные, какие там еще, грибные. Даже из пельменей запеканка идет, слышали? Да. Как называется это блюдо, знаете? Нет, не знаю. Ленивая жена. Это очень странно. Ленивые вареники, ленивые пельмени, ленивая жена. Потому что я, когда впервые начала готовить это блюдо, да, у меня полдня ушло тут, чтобы сначала слепить пельмени. Ну, сама леплю, да, обязательно дома. И потом только сделать из вот этого одного блюда, получается, второе блюдо, запеканку из пельмени. Ну, видимо, там имелось в виду ленивая из готовых уже пельменей, если хозяйки делают, как в магазине покупают. Вот, а так, я бы сказала, не ленивая, а очень даже трудолюбивая жена, которая делает такую запеканку. Вот, ну, сегодня я принесла с собой уже готовое блюдо. Это одно из наших фирменных блюд нашей семьи. Оно состоит из куриного филе, мы берем. Вообще, для запеканки нам обычно требуется обязательно форма. Вот у меня есть такая форма. Это магазин Кискома. Можете приобрести очень хорошая посуда, высококачественная, жаропрочная. Здесь она идет с такими силиконовыми у нас ручками. И посмотрите, я ей пользовалась уже раз, ну, сколько? Ну, раз 10, да? Она не поменяла своего внешнего вида. Да, выглядит как много. Да, абсолютно. То есть вообще никаких пятен, ничего. И такие формы, и вообще отличную посуду для кухни вы можете приобрести в магазинах Кискома, ТРК, Туимада, первый этаж, а также торговый центр «Проспект», первый этаж. В общем, ну, вот про вот эту запеканку. Эту запеканку мы делали из куриного филе. У нас тут есть очень интересный ингредиент, это морковь по-корейски, грибы, шампиньоны использовали за морозку, и сыр. Ну что? Ну, позже я еще об этом расскажу подробнее. А позже, еще позже, я надеюсь, мы сумеем это попробовать, поскольку мы тебе не говорили об этом. Но мы обозваем твою рубрику именно за то, что мы потом можем все это попробовать. Ну что ж, путь к самому себе, он, конечно, не только и не столько, и совершенно не превалирует желудок в этом тернистом пути. Наверное, путь к себе еще это духовное. То есть духовное познание самого себя, это, пожалуй, самая важная часть пути к себе, познания себя. И я с удовольствием приглашаю в нашу студию первую нашу гостью. Это пресс-секретарь епархиального управления Якутско-Еленской. Епархия – это проректор Якутской духовной семинарии по научной работе. Это сестра Евгения. Здравствуйте, матушка. Здравствуйте. Ну что ж, очень странно, конечно, было мне узнать историю вашей жизни. По крайней мере, я заинтересовалась этим очень давно. И когда в прошлом году мне открылась вот такая обширная, обширный путь ваш, вот именно к своему духовному призванию, я переполнилась уважением к вам. Пожалуйста, поведайте, что может сподвигнуть. Потому что человеку обычному, светскому, такому, как я и мои заведущие девочки, это кажется просто невероятным отказаться от мирского в пользу духовного. Ну, тут стоит отметить, что в монашествах вообще разное бывает. Если бы я постоянно жила в монастыре, я бы сейчас, наверное, перебирала картошку или готовила бы терапезу для сестер, и вряд ли бы я сидела тут. У меня моё послушание связано с деятельностью публичной, общественной и научной. Прийти к этому мне помогли три вещи. Осознание трёх вещей. Место, время и человек. Скажем так, я с детства, наверное, тянулась к монашеству. Мне казалось, что это такой какой-то идеальный путь развития. Он помогает сосредоточиться именно на самосовершенствовании и на поиске высшего. А не оказало ли влияние какое-нибудь детективное чтиво какое-нибудь? Типа, знаешь, про отца Брауна что-нибудь такое, нет? Нет, 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 нет. Оферация Брауна как раз читала именно в том, что мне было интересно, как это бывает. На меня больше всего оказало влияние, наверное, то, что мы с детства всей семьёй старались путешествовать. Я вообще родом из Москвы, и мне было, наверное, лет пять, когда мы впервые посетили тогда ещё Ленинград, и там много высоких красивых храмов. Это было очень интересно. И мне было впервые, наверное, лет в семь мы посетили Троицу Сергиеву Лавру, которая показала совершенно другой мир, совершенно других людей. А время, место и человек совпали здесь. Я долго тянула время, я долго подумала, куда во мне поехать. А потом, как так получилось, я по журналистской деятельности оказалась в Якутии, и я поняла, что время пришло. И вот спасибо Владыка Якутский Ленский роман, он как-то меня смог духовно поддержать, и вот благодаря ему я как-то скорее приняла это окончательное решение. У меня есть такой вопрос. Я думаю, многие наши телезрители тоже находятся в поисках себя в духовном плане, которые ещё, может быть, не нашли ответ. Что бы вы им посоветовали? В духовном поиске главная честность. Я бы сказала так. Если человек верующий, то для него очень важна молитва как диалог. Он должен в какой-то момент прямо ждать ответа того, к кому он обращается. То есть, когда он обращается к Богу, он должен ждать ответа. Если ты не ищешь этого ответа, если ты просто говоришь сам для себя, чтобы, ах, поймите, такой самообман, то ты себя не найдёшь. А что делать неверующему человеку, я, честно говоря, сказать не могу. Скажите, пожалуйста, а вот при поиске себя обязательно ли иметь духовника, духовного наставника? И как это сделать? Например, вот приду я в церковь, да, и как мне подойти к батюшке и сказать ему об этом, чтобы он был моим наставником? Это очень важно, это очень хороший вопрос. Это очень важно, когда человек приходит в церковь, через какое-то время он, так сказать, погружается именно в церковную жизнь, которая предполагает и участие в таинствах, в том числе и исповеди. И в какой-то момент он просто выбирает сам священника, которому он чаще исповедуется. Обычно таким образом человек получает себе духовного наставника. Мы вернулись в студию, и у меня вопрос. И вот как быть человеку, который стесняется, который не знает ни одной молитвы, но он чувствует, что у него в сердце вот есть потребность такая, да. Вот как ему быть, как подойти, как это сделать? Может быть, он до этого встречал какой-то не очень приём, да? Бывает такое тоже? Конечно, бывает. Дело в том, что вообще священники в церкви, они для того и существуют, чтобы к ним люди подходили, причём с самого разного уровня духовного развития. Самое простое, как это можно сделать, это в субботу или воскресенье, в субботу вечером обычно или в воскресенье утром обычно проходит во время богослужения исповедь. Собственно, все остальные дни она тоже обычно проходит, но обычно по утрам. И к тому же люди работают, да, им это сложно сделать. И вот вы прямиком идёте к священнику, рассказываете, что вас гнетёт, и если он вам подходит, да, то в следующий раз попросите, просто прямым текстом, попросите его вам помогать в духовной жизни. Да, тут достаточно сложно. Но это примерно так же, как обратиться к психологу бывает очень сложно. Но они сразу соглашаются, да, могут согласиться? Я думаю, что большинство согласится сразу. Кто-то скажет, что я буду помогать по мере возможностей, по мере своих сил. Но в общем и целом, да, согласиться, конечно. Спасибо большое, что в своём напряжённом графике, сестра Евгения, вы нашли для нас несколько минут, потому что я не понаслышке знаю, как тяжела, как насыщена, как сложна и трудна ваша работа. Огромное вам спасибо за ваше терпение, за ваш труд. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо большое. Желаем вам во всем успехов. Так, ну что, мы делаем такой крутой поворот, я бы сказала, даже финтушами, если бы не боялась таких смелых выражений. На самом деле, путь к самому себе, он настолько разносторонен, что сейчас в нашу студию войдут две, не побоюсь этого слова, противоположности, которые дополняют друг друга самым обалденным образом. Это восхитительные женщины, это наши подруги. Я спешу навстречу, чтобы обняться и поцеловаться. Так, вот они, вот они. Легкой поступью. Привет, дорогая. Привет. Олечка. А я? Здравствуйте. Дамы, усаживайтесь. Я знаю, что вы дамы с сюрпризом, я знаю, что вы держите их в руках, но самое главное, это тот сюрприз, который вы несете в себе. С чем вы к нам пришли? Давайте сразу откроем карты, а после уже про самого себя начнем. Ну, в общем, я думаю, что вот новость у нас такая, что на днях наконец-то завершена работа над монтажом нового клипа от тем видео. Который мы снимали летом, пока природа позволяла. Ну, и комары кусали, я все видела. Да, конечно, ну как без комаров. Но самое главное же у нас как что, лето благодать, и работу совмещали с отдыхом. Ну, кому благодать, да, но некоторые снимались в 40 градусов жары. При полном макияже, да. С макияжем, багежем. Это было весело, да. Когда появились в сети первые кадры вот из этого клипа, конечно, взыграло наше все, потому что захотелось сразу увидеть, но был наложен стражайший запрет, и поэтому никто не видел еще пока этого клипа. Сегодня это будет впервые. Он демонстрироваться на экранах, на широких экранах, на всю республику. Поэтому я жду с нетерпением этого момента. Но прежде, я думаю, что о предыстории стоит услышать. Ну, наверное, я нас первая, а я дополню потом. Хорошо. Ну, в общем, предыстория такова, да. В моей жизни было 4 клипа. Это было давно и как в какой-то прошлой жизни. Потом я так ударилась в журнал, в журфикс, все такое прочее, как бы, да, и как-то вот отошла от творчества и перестала особо петь, выступать. Ну, как-то вот совсем. Это не отошло от творчества. Это журнал весь, сплошное творчество. Ну, она от песенного, так, да. То есть как бы от музыкального творчества и отошла, и типа не до романцев, да? И тут появляется Лопатина. Она не исчезала. И говорит. В один из долгих зимних вечеров мы как-то встретились, и Наташа мне говорит, а давай снимем клип. Это было настолько неожиданно, что я говорю, давай. А у Наташи горели глаза, и она говорила, как это будет происходить, происходить, что это не зимой, что это летом будет происходить, и... Конечно. А через несколько дней я думаю, боже мой, на что я согласилась? На что я согласилась? Да. Потом Наташа еще не дает ей спать всю весну, в те время. А ты помнишь, что ты подписалась летом? Что мы будем снимать? Да. Лето мы уже, лето уже не за горами. А потом была такая, собственно говоря, ну, небольшой был такой перерыв, потому что не было песен. Тоже, песня нужна хорошая. То есть как бы, ну, песни-то как клип. Вот. И вдруг все сложилось само собой. Как-то вот на глаза попались стихи Сергея Прочева, да. Потом Алексей Егоров-Оркен, вообще страшно ему благодарна, да, пять лет обещал мне написать песню, и написал ее за неделю вообще. Как здорово. Да, то есть как бы вы увидели... Потом они тоже случайно встречались? Да. Случайно на каком-то мероприятии в Национальном художественном учреждении встретились. Я говорю, ну, когда ты же песню напишешь? Он говорит, давай. Я ему прямо вот нашла стихи Прочева, отправила, и буквально через неделю он мне пишет. Лови. Все готово. Да. Слушай, прекрасно. И потом, да, и на самом деле вот я хочу тоже сказать, что когда что-то вот случается, оно как-то само собой получается. Когда дело хорошее, когда дело хорошее, да, то все как будто дорога... Ну, слушайте, больше не будем держать в нетерпении и в неведении всех жителей республики и гостей. Я предлагаю взглянуть на экраны и на наш клип, на ваш. Мы в детстве свято верим в чудеса, с героями живем в чудесных сказках, добру там помогают небеса, злодеев победить в нелегких схватках. И хочется, чтоб было так всегда, чтоб в жизни лишь любовь торжествовала. В душе жила надежда все года, и вера в счастье нас не оставляла. За слезы грусти при луне, За миг прощания в тишине, За вечность круга простим друг друга. За горечь мелочных обид, Что так душа от них болит, И в сердце вьюга простим друг друга. За то, что наступил конец, Тем днем, где был любви венец, Боль сердца вьюга простим друг друга. Искать не будем, Чья вина, Что не натянута струна Любви упруга простим друг друга. За холод глаз, За пламя слов, Давай спасем свою любовь, Из бездны круга простим друг друга. Согнем объятья жарких рук, Вернем губам огонь на слуг, И стихнет вьюга простим друг друга. Согнем объятья жарких рук, Вернем губам огонь на слуг, И стихнет вьюга простим друг друга. Уходят сказки, Жизнь приходит к нам, И хочется любить и быть любимым, Не кланяясь завистливым ветрам, Найти себя и стать неповторимым. Идти вперед, чтобы догнать мечту, Сквозь встречи, расставания, возвращения, Сквозь зависть, сплетни, ложь и клевету, Уметь прощать и принимать прощение. Вот вас и можно поздравить с премьерой клипа, Который можно назвать вполне потоком сознания Наших двух гостей. Это действительно часть пути, которая была сконцентрирована, Пути к себе, получается, Которая нашла свое выражение вот именно в этом клипе. Так? Как витиева-то ты так отвечаешь. На самом деле, я хочу просто спросить, Когда? Апус такая с висюльками, это чья идея была? Я думаю, там было. Ну, вообще, Наташа сказала, У нас красной нитью должен пройти по клипу красный цвет. И красный цвет, и сказка. Да, и она сказала, и нужен шлейф, Чтобы он прямо на всю ширину лестницы, Мы еще не знали, какой лестницы, На всю ширину лестницы должен быть шлейф. И да, будем искать лестницу. За шлейфом дело не стало, да? И я очень благодарна Лине Ивановне Гоголевой, Которая, как бы, много лет мы с ней сотрудничали В проекте преображения, в журнале, да? И вот она, вот это ее наряд, ее спектакль и сказки. И вот поэтому там такая красивая шляпа, такой красивый. Да, я бы хотела еще сказать, что на самом деле, Вот, ну, сейчас как бы говорится, что это мой клип, На самом деле, тут работа очень многих людей стоит. Да. За мной, это вот моя команда Кем Видео, И там оператор-постановщик Серафим Федоров. Потом он же монтаж делал. Вместе делали монтаж. Многозостаночники. Цветокоррекция. Цветокоррекция очень, вообще, имеет большое значение, конечно. Графику делал Сергей Бертман. Вот там, на самом деле, ну, кажется, Что все съемочный клип, графика очень много. Да? Ага. Не будем раскрывать, чьи сигареты. Да, не раскрывайте. Вот. А также там администраторы, Лена Нисимова, Ульяна Павлова. И вот, конечно, то, что вот очень много людей вот согласились сниматься, Ну, это большое значение... Ну, да. Спасибо, Яне. Это была фишка такая, да. Вот Наташа сказала, было бы хорошо, если бы люди были такие неожиданные, да. То есть, как бы мне... Которые в другом образе. Которые не только, вот, все мы их привыкли видеть там на сцене, где-то на экране, да. Вот. Ну, мы составили списочек такой, да, чтобы люди были яркие, очень как бы и легкие на подъем. Вот. И я хочу в первую очередь, наверное, да, ну, всех тут упомянуть невозможно, потому что очень много людей снималось в клипе, да. Но очень большое хочу сказать спасибо Ольге Валерьевне Балабкиной вице-спикеру Элтумена, да, допустим. Для нее это было вообще. Петру Ивановичу Захарову, да, нашему выдающемуся кардиохирургу, который вот вообще удивительный человек, он вот легкий на подъем, да. Николаю Сизых, Софии Булчукей, вообще как бы Галине Павловой, да, Семену Лукан-Си, Маши Давыдовой, да. В общем, люди прямо так вот на это с таким удовольствием, с таким азартом снимались, что очень важно. Потом у нас есть юный, самый юный Артем. Стоп, мы прервемся ровно на две минутки, а после вернемся к нашему разговору и в нашу студию. Мы возвращаемся в нашу студию, в наш город женщин. И если вы внимательны, то сразу заметите наши перестановки небольшие. Любительница готовить убежала сразу к нашей Ире, потому что да, она хозяйка, она такая же хозяйка полноправная. А любительницы покушать остались. И поговорить, а мы поговорить и попить чай, естественно, покушать. Я хочу сказать, что клип получился замечательным. Спасибо. И вот в контексте нашей передачи, девочки, ну согласитесь, что все прекрасное в этой жизни сделано людьми, которые любят свое дело, свою работу, свои занятия. Я всегда вот говорю, да, вот и своими ребятам всегда говорю, мечтайте и притворяйте эту мечту в жизнь. У нас вот, хочу секрет небольшой открыть. У Яны вообще есть талант помогать людям в реализации себя, своего жизненного пути. Есть такое дело, да. Да, это не только любовь к героям. Направить их к себе, да. Да, да. Вот телезрители, может быть, и не знают, но и я, и Ольга, мы являемся постоянными авторами журнала «Журфикс». Любимыми авторами. Да, спасибо. И для нас это очень большая самореализация, большая радость. Спасибо большое. Спасибо. Девочки, вам спасибо большое. Я вообще хочу сказать, что здорово, когда человек вот находит, ищет и находит себя самого. Потому что мне кажется, что вот считать, что вот это я могу, это я не могу, да, это неправильная установка. Надо, если вот хочется, надо делать, а вдруг это твое. Точно. Также, например, как бы, я не могу сказать, что, допустим, я по жизни певица, там, актриса, буду сниматься. Наташа предложила, и как-то вот захотелось, а почему нет? То есть говорить, что там тебе возраст, там, вес, там, рост, все мешает, да. Да, да, да. Ничего не мешает. Наш любимый отговор. Надо двигаться. Действовать? Да. Да, действовать. Вот. Первый шаг, он самый сложный, правда же? А дальше все идет уже легче. И самое главное, еще несколько вот ролей попробовать. Да. Не засыкливаться на одном. Так, расскажи-ка, расскажи-ка. Ну-ка. Сколько важных ролей было в твоей жизни? Ой, очень много, да? Да. Ну, сейчас я играю в роль руководителя... Творческого объединения. Да, творческого объединения. И также у меня есть роль туриста, пешика. Ну да, кстати, как только ты наделаешь... Наташа еще очень хорошая мама. Она очень хорошая. Замечательно. Рыбачка. Ну и... Путешествия вдохновляют очень многих, может быть, об этом чуть-чуть совсем. Да. И кулинарка, наверное, да? И кулинарка. Это я вам точно могу сказать. У нас сегодня тема запилетки. У нас сегодня тема запилетки. И вы вчера приготовили какое-то блюдо, я знаю, на скорую руку. Расскажите об этом. Этот... Я еще не успела его инстаграммить, да? Но вчера я цел... Жесть и не про инстаграмм, но этого не было, Наташа. Я цел 6 часов вчера я готовила холодец. Это не на скорую руку. Это холодец. Эти лутки принесла... Принесли для моей собаки. А чё? Что добро пропадает? Что добро пропадает? А зачем его собаке-то отдавать, если можно из него сварить? Отличный холодец. Вот попробовала. На самом деле это у меня первый в моей жизни холодец. Включила YouTube. Посмотрела. И... И сварила. И она вообще супер получилась. Так же, как и мы из остатков каких-то продуктов в холодильнике, да, можем приготовить запеканку. Ну, любая домохозяйка. Вот, допустим, у меня тут блинчики лежат еще фаршированные, да? Мясом. Мы их можем использовать вот эту форму от тискома. Очень удобная формочка. Мы просто сюда вот эти блинчики выкладываем. Вот такая запеканочка тоже есть. Вот так вот по кругу. Сверху мы заливаем это яично-сметанным соусом, 3 яйца и 3 столовые ложки сметаны. Надо записать. И потом... Так вкусно рассказываешь! Да! Прямо захотелось кушать сразу. А ты думаешь, мы легкие блинчики. Ну, единственное, что возможности у нас пока нету. Здесь вот это все печь, там, жарить, да? Поэтому только так. Могу показать? Я вообще правильно села? Да, да, да. Время обеда. Наташа, можешь попробовать один блинчик. Что мне нужно сегодня? Вот так вот. Нужно его нафаршировать. Просто потом скручиваем в трубочку блинчики и выкладываем по кругу нашей формы. Заливаем потом смесью, сверху сыром тертым и отправляем в духовку. Все. Минут на 15-20 при температуре. Ну, это же очень калорийно на самом деле. 180-200 градусов. Да! Это очень калорийно. Это нас, Наташа, не останавливает. Мы с коняшками все же хотим похудеть. Фотошоп. Один раз в неделю можно. Как говорит моя сестра, можно в выходные. Да? Читмил такой, да, устраивает? Или в субботу, или в воскресенье. У нас, на самом деле, у моих фишек тоже есть такой, подальше уйти, побольше съесть. Собор побольше. Там, где никто не видит. Да. Знаете что, мы с вами так заразительно смеемся, а ведь я подумала о том, что это прекрасный момент для того, чтобы посмотреть на еще одного человека, который учит нас смеяться. Я знаю. Кто это будет? Это будет Димочка. Да. Это он. Хорошо. Привет, друзья. С вами Митя Ефимов. И рубрика «Хорошо». Недавняя инкунция в интернете на статью, в которой говорилось, что наша страна находится на 60-м месте в мировом рейтинге по индексу счастья. Выходит, что мы не такие счастливые люди, и мы редко улыбаемся. Если вы посмотрите по сторонам, то это действительно так. Что же делать? Как исправить ситуацию, спросите вы. Я считаю, что нужно начинать с семьи. Сегодня у нас семейная получилась тренировка, и к нам пришли две семьи Потапкиных и вот Ефремовых. Скажите, пожалуйста, как часто вы смеетесь в семье? Вот такие вот практики, как вы думаете, они сближают семейные ценности, какие-то появляются и так далее, ваше отношение к семейной смеха йоги? У нас семья не то, что смешная, у нас обычная семья, но смеяться мы любим, да, Вова? Да. Чего посмеетесь? Жизнерадостная и веселая семья. А смеемся мы, наверное, 400 раз в месяц. Учеными доказывали, что дети до 6 лет смеются 600 раз в день, а взрослые смеются 15 раз в день, но Вова сказал, что вы 4, значит у вас какая-то не очень веселая семья. Да, оказывается, оказывается, не очень. Будем исправлять эту ошибку. Теперь в нашей семье, я думаю, обязательно будет утренний смех. Утренняя смехотерапия, я так думаю. Да? Да. Обязательно. Наверное... Ало-о-уха! Ах-ха-ха-ха-ха-ха! Ах-ха-ха-ха-ха! Вот такая вот у нас была сегодня в гостях семья Ефремовых. Они тоже родом из Якутии. Давайте передадим всем привет. Эй, Якути! Ах-ха-ха-ха! Хорошо, хорошо! Сегодня покажу вам упражнение, которое называется «Амур» или «Любовь». Давайте вместе его сделаем. Встали, приготовились, рисуем сердце. Берем лук и стрелы, натягиваем и протыкаем. Делайте это упражнение в кругу семьи каждый день. И я уверен, что в доме у вас будет сыреть гармония, радость, счастье. И все будет хорошо. С вами был Митя Ефимов. Пока! Конечно, никаким рейтингом я не верю. Я считаю, что у нас гораздо больше счастливых людей. Просто мы стесняемся об этом говорить. Ну, либо из суеверия говорим, нет, мы не так счастливы. Но Наташа Лопатина является собой живой пример, что все мы счастливы прекрасно. Потому что она, да, она не стесняясь, свое счастье выражает. Вкусно там было? Очень. Очень? Мы скоро присоединились. Я уже обедаю, я обед свой нашла. У нас каждый поедельник здесь обеда. Яна, но все-таки, если вернуться к нашей теме, какой-то есть особый секрет лично твой, который ты могла бы поведать на пути к самому себе? Вот я сейчас перефразирую фразу восточного мудреца о том, что дорога в тысячу километров начинается с первого шага. И важно вообще просто его сделать. То есть дорога к себе – это тоже путешествие. Большое и долгое, да? Я вот просто думаю, что надо не слишком долго и много раздумывать, надо делать. Для того, чтобы понять, вот, твое, не твое, надо просто делать. И путь к себе. Начните его с первого шага. Прекрасно. Отлично. Спасибо. Так, ну если Наташа проживала, она нам тоже может рассказать кое-что. Наверное, почти так же, да? На самом деле, когда я с Яной тоже первый раз познакомилась, вот как говорили, да, что Яна открывает людей. И тогда я была, ну, молода, неопытна, да, безбашенна. Вот, а сейчас я бы хотела бы сказать, больше, ну, как сказать, не заситливайтесь, не быть эгоистыми на своей персоне. Люди разные. Может быть, и не думайте, что о вас подумают люди. Вот этого выкиньте из головы. Да никто не думает о вас, ни о чем. Но готовы помочь. Да, и попробуйте в жизни все. Она многогранна. Да, согласна. Да. Приготовьте, на велосипеде катайтесь, там все, что угодно попробуйте. Не заситливайтесь. И не, ну, как сказать, как говорят, выходите из зоны комфорта. Да. А, я еще хочу добавить к этому, что я бы, ну, если бы меня кто-то спросил бы. И тогда, да, это будет путь в себе, вы найдете то, что вам нравится. Да, и человек часто, чтобы не выходить вот из этой зоны комфорта, даже если она больше на тюрьму похожа, он начинает искать оправдание. Денег нет, времени нет, там дети болеют, у меня вообще гипертония и так далее. Я считаю, это все отговорки, которые можно смело отрицать. Вот именно. И у меня вот сейчас, опять-таки, вот в туризме у меня есть вот подруги сейчас новые, да, у нас группа называется Суперболтушки, на самом деле, да, там... Суперкатушки вы. Вот, и на самом деле там все разные. И так хорошо, что мы нашли друг друга, там все быстрые, открытые, быстрые, ну, легкие на подъем. Вот так надо? Ну, не все люди такие, между прочим. Вот один преподаватель в университете, да, он провел такой прием, в общем, принес своим студентам по чашке кофе, каждому растаяло, и потом предложил обменять их на шоколадку. 90% не согласились. И также в другую аудиторию он точно так же проделал, но хотел, чтобы они вместо кофе шоколадку, да, обменялись. И тоже только 90%. Ну, то есть привыкли к стабильности. Они не хотят. Понятно. Все-таки дело в людях. Спасибо вам. Спасибо огромное, что вы сегодня у нас... Да, вы нас вдохновили. Да, вы нас вдохновляете. Надеюсь, что мы еще будем долго и полотворно сотрудничать. Спасибо, что вы нас пригласили. Приходите к нам еще. Обязательно. Пусть понедельник начинается позитивно. А это была программа «Город женщин». Спасибо. Спасибо.